Друзья, рад всех приветствовать на канале с микрофоном по жизни. Сегодня встреча с Джоном Олиным, как всегда, долгожданная, как всегда, надеюсь, будет полезная, потому что, когда ты видишь, как работает Джон, как он применяет методы работы, казалось бы, очевидные, просто диву даёшься. Ну, давайте не будем тянуть резину в долгий ящик, встречаем Джона Олина, и мы выбрали для вас два трека для того, чтобы, ну, посмотреть, какие основные подходы для формирования коммерческого звучания вокала в этих треках. Джон, приветствую тебя. Привет. Мы уже видим экран, и сегодня мы рассмотрим коммерческое сведение, коммерческое звучание вокала. Вот, а что ты, давай так вот определимся, что ты вкладываешь под, подразумеваешь под коммерческим звучанием? Это какое? Ну, вообще, я не говорю слово коммерческое звучание, но с этим, конечно, надо разобраться. Ну, будь я буквоедом, я бы сказал, что коммерческое — это то, которое продаётся, в общем-то, и всё. Соответственно... Правильно. Соответственно, чтобы продавалось, нужно быть в мейнстриме. И получается, что коммерческий звук — это, собственно, звук, который попадает в текущий актуальный плейлист выбранного стиля, в общем-то. И всё, и больше ничего. Если у нас в актуальном выбранном стиле будет там дисторшн, вокал записанный в ведре, то, значит, так оно и надо делать. Понимаете? Соответственно, если нужен вокал какой-то иной, то берём наш плейлист любимый и, собственно, сдираем оттуда звучание. Это, в принципе, всё, если формально подходить к вопросу. Но я так думаю, что народ под словом «коммерческий» немножко другое понимает. И, скорее всего, под словом «коммерческий» звук там или там что-то подразумевается «звучащий дорого». То есть, звучащий дорого-богато. А это уже более конкретная вещь, мне так кажется. Потому что, ну, какой коммерческий звук там для, не знаю, Black Metal, например? Или там, не знаю, Indie Rock? Что там коммерческий звук? Это всё зависит от стиля, всё зависит от точки приложения и практического применения. Мы вот выбрали с тобой два произведения. Да, два стиля. Два отрывка. Один отрывок типа рэпчик какой-то, да? Я с ним уже вроде возился где-то на стримах. И второй, ну, такой более попсовый. И вот на основе этих двух примеров, в принципе, можно разобраться, как и что делать, если мы хотим получить дорого звучащий звук. Я думаю, так. Потому что коммерческий, давай, не будем уже слово применять. Да, это такое кликбейтное название. Это просто кликбейт для тех, кто в теме. Я имею в виду для наших братьев, звукорежиссёров. Ну, если начинать разбираться, как получить дорогой звук, во-первых, конечно же, нужно его правильно записать. То есть записать в условиях студии, желательно коммерческой, да? А не дома там на кухне. Хотя и дома на кухне можно получить вполне себе коммерческое звучание, и даже дорого и богато, если у нас есть хороший микрофон, хороший предусилитель, хорошая компрессия, хорошая на навык цифровая обработка. Можно даже не самое суперлучшее, но в пределах хороших, так сказать, денег. Всё равно это выйдет. Потому что дёшево не будет звучать дорого, ни при каких обстоятельствах. Вот, к сожалению, могу огорчить сразу. Нет таких волшебных кнопок, которые из плохого микрофона делают хороший. Это всё, я бы сказал, развод лоха на бабки. То есть все вот эти вот приблуды, которые делают из, там, не знаю, дешёвого микрофона какой-нибудь Нойман древний. Это вряд ли. То есть они могут сделать похожий тембр, но это только спектральный состав. Все остальные характеристики хороших микрофонов, ну, типа скорость работы мембраны, не знаю, все эти транзиенты, динамический диапазон и прочие очень хитрые хитрости. Они, конечно, не передадут. Так что хорошая запись. Во-первых... Исходник раз. Да, исходник раз. Я молчу про исполнение. Исходник два. А, исходник два, это сам певец, видимо, да? Да. Ну, про исполнение я молчу. Тут и так, по-моему, должно быть всем понятно, что исполнять нужно, ну, профессионально, а иначе как? Из непрофессионального певца сделать профессионального это тоже никак невозможно. Можно только ухудшить дальше. Например, применить к нему квадратизм автотюна. Почему нет? Это тоже модно, если петь не умеешь. А хочешь очень. Пожалуйста. Это можно. Ну, про автотюн отдельная тема. Потому что хорошая, скажем так, дорого звучащая вещь, я имею в виду вокал, обязательно должен попадать в ноты. То есть очень качественный тюн этого всего безобразия, которое к вам попало, это залог, можно сказать, успеха. То есть если человек поет в ноты, ему уже начинает многое прощаться. Поэтому начинаешь очень аккуратно. Здесь уже все потюнено, и даже иногда... Здесь он пел, мне кажется, что в тюн прямо этот человек. Ну, видно и как-то слышно, что там есть некоторые такие перескоки. То есть тут можно уже не демонстрировать, как именно надо тюнить. Ключевой ответ – тюнить надо незаметно. То есть так, чтобы вообще никакого тюна в принципе не было слышно. Для этого нужно сидеть и кропотливо руками в мелодине или там в репичи, или что там у вас есть, очень аккуратно, не убивая все подъезды, съезды и прочие вибрато, тюнить ручками. Вот, чтобы человек в итоге начал попадать в ноты. Третье, что выдает дорогую запись – это внимание к сибиллянтам. Сибиллянты, верхние частоты, всякие S, S, S-ки. Чтобы S-ки были дорогие, надо, чтобы они, во-первых, не свистели, во-вторых, были одинаковые. И в-третьих, были чистые. Чистые, я имею в виду, без задувания. Вот, когда очень много в S воздуха или просто слишком близко человек поет, S становится грязным. Его зачистить потом невозможно. Но это, опять же, к вопросу о профессионализме тех, кто писал. Оптимальный вариант, я буду миллион раз повторять, оптимальный вариант – это хорошо, правильно заглушенное помещение, не сильно заглушенное, не переглушенное, а именно правильно заглушенное помещение для записи вокала и как минимум 30 сантиметров от лица до микрофона. В таком случае S будет хорошим. В таком случае S можно будет исправить, поправить, починить. Ближе уже могут начаться проблемы. Какого рода проблемы? Ну, например, если человек умеет обращаться с микрофоном и понимает, что в него дуть не надо, невзирая даже на поп-фильтр. Поп-фильтр точно так же все равно S-ки испортит, если в него дуть. Тот сможет писать близко, но тогда надо очень качественно прорабатывать свое произношение, держать S одинаково красивым, ровным, правильно рот расширять, там, ну, в улыбку, так называемую, ну, и так далее. Если человек неопытный, что чаще всего, ну, потому что с микрофоном никто не учит работать в условиях студии, все как-то сами вроде бы доходят своим умом. Получается очень много проблем с S. Как мы их можем исправить? Разумеется, это ручная обработка. S в случае, в случае, если, допустим, S какое-то грязное, чтобы звучало дорого-богато, его нужно зачистить. Зачистить можно вручную, зачистить можно автоматически, можно вручную зачистить в Rx, что еще удобнее. Я имею в виду вот этот изотоп Rx, он для зачистки, так сказать, S-ок, тоже хорош. Можно прямо в области выделять и делать тише все те части, которые нам не особо нужны. Я имею в виду низкий мусор. Вот это. Если это просто сделать тише, оставить только чистый верх и проверить, что там свистит, иногда бывает вот так. Часто же, да, вот такой S со свистом. Вот этот свист можно прибрать, но потренироваться, конечно, послушать. И даже через такой кроссфейт уже S будет звучать лучше. То есть грязь уходит и так на каждой букве. Из этого следует еще один непреложный факт. Коммерческий вокал должен быть очень тщательно проработан. очень тщательно, чтобы не осталось никаких вообще вопросов и проблем. Как будто над ним сидела бригада, не знаю, мастеров, неделю, и вымучивали каждый, каждый маленький нюанс. Если обратить внимание на какие-то фирменные произведения, претендующие на хороший звук, ну, например, все, что делает Сербан, или как там его звукорежиссер, это крутой, дорогой в смысле, вот туда посмотрите, и там с вокалом полный идеал. Вот чем он, собственно, и характеризуется. То есть все вокальные дорожки там вылизаны и исправлены настолько, насколько это вообще физически возможно. Ну, начиная с основ. То есть сама запись там уже была идеальна. Чаще всего. Просто у таких людей, у таких людей работает, мне кажется, коллектив творческий, там пока до него дойдет уже, как говорится, до пера мастера, уже все под мастерие подготовят холст, сделают краски, замес, все, все как надо. Мастер останется только просто вот так вот кистью взмахнуть и картина. Безусловно, так и есть. Но в наших-то реалиях придется это делать самостоятельно. Все самому, да. Все самому и постараться ничего не забыть. И поэтому я вот так вот очень настаиваю на том, что вот эти все вещи в обязательном порядке проверить, чтобы все звучало по максимуму достойно. Вот что я делаю. Допустим, кроссфейд, он ничего не испортит. Но в каждую в каждую эску возможно нужно будет поставить свой собственный какой-то эквалайзер. какие-то свои собственные штуки. Для чего? Ну, для того, чтобы S стало чистым, а более для того, чтобы S стало одинаковым. Чтобы это S было такое же, как это. Ага, здесь как будто бы верхних не хватает. То есть надо подойти внимательно к этой букле, добавить верха того или другого. Потом вот эту букву точно так же. Чтобы все S вот прямо изначально в исходнике стало одинаковым. Тут я пока ничего не делаю, я просто делаю, чтобы вот так. следующий момент. Ну, это понятно. Резкая клейка. Допустим, все спорезали, склеили. Я как бы дальше иду. Вот все S проверить и потом уже можно собирать вокал дальше. Что собственно требуется от вокала на самом деле? На самом деле от вокала требуется, чтобы он вписался в микс. Что это значит? Это значит, что нужно прежде всего понять в каком стиле у нас микс, в каком, с какой обработкой. Это вот уже хитрость такая. Обработку я имею в виду пространственную. Что там есть вообще? Какие впечатления и ощущения оставляет условно минус? Что нужно послушать и понять, соответственно, оценить общую структуру спектрального состава? Какие тут верхние частоты в самом миксе? Что там есть из верхних частот? Они чистые, они мягкие, они жесткие. Какие они? Надо их понять. Вот шипит хорошо, красиво. Вроде не грязно шипит, значит чистенько шипит. Посмотреть, какие верхние частоты есть в барабанах. Вот цыкает что-то. Какая там обработка на этих верхних частотах? Ага, слышно, что это короткий рум и что-то там такое есть короткое. Хорошо, запомнили. Это нужно для чего? Для того, чтобы оценить, какое количество верхних частот нам потребуется на вокале, чтобы он вписался в микс. Дальше, собственно, можно начинать рулить вокал. Следующая вещь, которая всегда есть на коммерчески звучащих вокалах, это, конечно, его динамическая ровность. То есть, вокалы ровные настолько, насколько это вообще возможно, и при этом, при этом не слышно, что вроде бы как там компрессор. Что значит не слышно компрессор? Это значит, что паузы не вылезают громче вокала, дыхание, внимание, дыхание не громче, чем сибилианты, а даже немножко тише. Это в правильной, хорошей записи, потому что я слышу кучу записей, где на это все плюется, но дело-то не в этом, мы же говорим о дорого-богато. Значит, чтобы дорого-богато, нужно добиться идеальной ровности вокала без ощущения, что там вообще компрессор есть. То есть, без компрессора как будто бы. Соответственно, прямо со старта нужно и можно, вернее, обратить внимание на какие-то непредсказуемые вещи. Вот это, что такое, почему оно торчит? Нужно понять, это вообще нужно было вокалисту, что это за звук, например, узнать. Это чистота, это его исполнение, это какой-то резонанс или что. Ну, что-то вот из этого нужно обязательно понять и потом подумать, как с этим справиться. Можно, конечно, взять, тупо поставить лимитер или клипер какой-нибудь на это, но это тупо. В том смысле, что да, это быстро, но не обязательно хорошо. Поэтому, как вариант, продумать для таких вещей, автоматизацию на старте еще до того, как поставить, допустим, компрессор. Просто продумать, послушать, посмотреть, получится или нет. Ну, можно чуть меньше, но в целом вроде бы ничего. Чуть меньше, да, потому что провалили и так его. Так вот чутка, ну, там хотя бы пару децибел, чтобы было незаметно наше вмешательство на данном этапе совершенно точно нам не нужно привлекать внимание, потому что еще нет ни компрессоров, ничего. Просто посмотреть на пики, они чем вызваны, в общем, да, и попробовать их победить теми средствами, которые у нас есть. То есть, представляем, что у нас нет ничего, кроме вот этой автоматизации и думаем, что делать с пиками. Дальше, вот как вариант, есть, конечно, возможность повозиться и выровнять все с помощью автоматизации, но я бы этого не советовал делать, поскольку это, конечно, заманчиво, и даже есть скрипты какие-то там специальные, которые берут и все выравнивают, но не очень это хорошо работает до того момента, как мы это все закомпрессируем, по той причине, что компрессор вносит, собственно, свой характер и свой грув, что очень немаловажно для любой песни, потому что она же живая, ей нужен ритм. И вот этот ритм гораздо проще прочувствовать на компрессии, чем попытаться вручную как-то вот поймать его здесь. Так что едем дальше, в том смысле, что это все как бы ровность динамики. Дальше по ровности динамики само собой компрессор, но надо понимать, что компрессия сама по себе ровнее не сделает, то есть она сделает меньше динамический диапазон, то есть она громко громко сделает тише, тихо сделает громче, но будет ли от этого ровнее? Да, в общем-то, нет. А все потому, что наш слух достаточно кривой, у нас слух вообще нелинейный, нам верхняя середина кажется громче, чем низ, ну и так далее. То есть из этого просто есть простой вывод, что прежде чем думать о ровности, нужно еще думать о спектральном составе. Я имею в виду, чего там много, каких частот, может быть, что-то надо добавить, что-то убавить. Вот когда на всяких там ютубовских роликах рулят вокал, по-моему, крайне редко говорят, типа, вот я тут по стандарту вниз отрезал, то добавил, тут убавил. А зачем? Скажи, паря. Не может никто сказать. Ну вот, чаще всего все наши манипуляции с эквалайзером, с вокалом призваны для того, чтобы сделать его динамически ровнее. На слух. То есть, не на приборы, а на слух. Если я просто у него уберу какие-то области, которые подпрыгивают, вот смотри, допустим, S будет одинаково громко, что он там громко поет, что тихо поет, потому что S сделать громче, тише, ну, сложнее, потому что там звука-то нет, там только что я прокричился, что я прошепчился. Вот нас что интересует, то, что ниже сибилянтов, да? И теперь смотрим, что тут больше всего прыгает. Вот примерно эта область прыгает как бы больше всех. Это, значит, тут самый большой динамический диапазон. Если эту область убавить, то все сразу станет ровно. В защиту выступлю адвокатом дьявола, а вот именно в этом вокале мы слышим, что вокалист саблел, если можно так сказать, то самое расстояние от микрофона, поэтому у него нет эффекта proximity, поэтому его низкие частоты не влияют в данном случае, поэтому их, например, уже априори нам отрезать не нужно, как было бы в 90% случаев, если бы вокалист ставил просто тупо рядом и просто бы наваливал низа бы туда, бы вот так вот надавливал, тогда бы этот бы низ бы нам из компрессора делал бы такую пушку, так бы влиял бы на детектор компрессора, что у нас был бы вот такой неуломимый постоянный пампинг. про детектор компрессора обязательно дальше, но я сейчас о пользе эквализации для восприятия на ровность. То есть это такой предэквалайзер перед компрессором? Нет, это вообще никакой не эквалайзер, это просто демонстрация, потому что прежде чем начинать эквализировать, я уверен, вот уже давно уверен в том, что прежде чем вообще хоть какой-нибудь эквалайзер вставлять, нужно закомпрессировать. Для чего? Нужно закомпрессировать, как примерно нам надо и посмотреть, что вылезет. А знаешь, почему? Потому что если ты заранее ставишь эквалайзер, делаешь что-то на нем стандартное, тут убрать, тут там, тут добавить и все будет по-другому, а потом ты его выключи вообще и услышишь, что блин, а так-то лучше, и надо оказывается не столько, а вот столько, не столько, а вот столько, и вообще убрать вот это. То есть получается, что два раза делать одну и ту же работу. Нафига? Давайте мы сразу закомпрессируем и посмотрим, что вылезет. А смысл эквалайзера, конечно, все равно стоять первым. Да, он стоит первым, но пока не включен. То есть я посмотрел, примерно понял, что там будет когда-нибудь, но ничего не трогаю. Я просто смотрю. Дальше пошла компрессия. Если вокал хороший, ну вот он уже видно, что он в принципе достаточно ровный по динамике. То есть нет серьезных провалов каких-то и просто видно. Я не говорю, что слышно. Слышно всякое может быть, но видно, что он вроде бы одинаковый. Ну видишь, колбаса, нет такого, чтобы громкость была, разница в 30 дБ. Нету. Значит нам нужен не слишком серьезный такой жмущий компрессор, и следующий момент. Мы слышим, что вокал достаточно чистый и нам нужно эту чистоту сохранить. Соответственно, компрессор нужен не сильно сжимающий и очень чистый. То есть без добавления какой-либо сатурации на данном этапе. Потому что сейчас этап такой, что нужно просто понять, что в нем есть в этом вокале и как его сделать еще более дорогим и богатым. Хотя он и так в принципе неплохо сам по себе. В общем, очень хорош. В том смысле, что субтончиком, местами полушепотом, ну вообще модный такой, да, звук. Не классический вокал, а эстрадный, даже не эстрадный, а такой арэнбишный интимный вокал. Значит, что я предлагаю сюда? Предлагаю как самый чистый в мире компрессор котельников. Но еще с приколами. У него есть в frequency dependent ratio, то есть ratio в зависимости от частоты. То есть на каких-то частотах сжимать будет сильнее, на каких-то меньше. Второй момент. Я предлагаю те частоты, на которых он жмет больше, сделать их, так сказать, зависимыми от той самой громкости, которая у нас есть. Я что имею ввиду? Вот это вот L-curve, так называемая, это перевернутая кривая условно Флетчера Мэнсона того же самого. То есть мы не будем сильно жать низкие частоты и не будем сильно жать верхние частоты, зато где-то в районе 2 кГц будем жать немножко сильнее. Вот о чем речь. И в принципе тут сжатия много не будет. Ну, я думаю 2, 3, 4 децибелы. И надо помнить первую задачу. На компрессор не должно быть слышно. Если я его услышу, то это уже как бы на этом этапе неправильно. Голос в итоге должен получиться очень гладким. По своим последовательным характеристикам я имею в виду вдоль, слева направо, чтобы все слоги, буквы были примерно одинаковы. Я думаю привыкнуть к такому восприятию довольно легко. нужно понимать как ноты работают последовательно друг за другом. достаточно ровненько пока что на этом этапе. Что тут еще интересного? Два релиза. Один релиз от пикового детектора, а второй релиз от RMS детектора. Это дает интересную штуковину. для вокала это условно позволяет в момент паузы не слишком сильно задирать дыхание. То есть второй релиз просто включаем его. Пока работает первый он быстро восстанавливает. Как только легкая пауза он начинает восстанавливать долго и в итоге дыхание не лезет вперед. по моим понятиям тут еще немножечко надо пик крест поменять. Я не особо уверен в том что это вообще правильно и нужно но мне нравится когда огонечки перемегиваются. То есть это показывает мне что у релиза большая вариативность. А так тут как по умолчанию стояло 6 так и есть нормально. Можно меньше можно больше я не вижу необходимости тут особо вникать потому что по умолчанию вот эти 6 миллисекунд вполне достойно больше тут ничего думать не надо. Нормально. Кстати пик крест помогает нашему трешхолду потому что пик крест это разница между пиками и рмс значением. Помогает детектору определиться в какую сторону ему больше думать в сторону пикового релиза или в сторону рмс релиза собственно вот и все. Еще можно конечно колено увеличить сделать помягче но в принципе это уже такие тонкие вещи но возможно они пригодятся для более сложного материала. здесь материал попроще потому что ну тут с динамикой порядок. Все чего нужно добиться это вот одинаковости букв фраз или и это с учетом того что допустим в районе не знаю низких частот он практически не жмет там близко один к одному вот такая вот интересная фишка так что рекомендую для качественных вокалов для дорого богато вот именно котельников потому что он совершенно точно не испортит нам звук в том смысле что часто компрессоры особенно оборудованные сатурацией с верхними частотами делают всякую бяку но в частности здесь нам нужны очень качественные верхние частоты еще с ними надо будет поработать как следует дальше посмотреть что там в итоге в целом как-то вот примерно понятно что этого недостаточно потому что это еще не тот уровень что нужно нам еще от хорошего вокала разборчивость букв прежде всего на этом этапе я бы не стал добиваться разборчивости букв мне нравится это делать отдельно отдельно я имею ввиду параллельную компрессию и тут уже конечно можно и нужно не стесняться сжать от души как следует чтобы все захлопывалось чтобы каждое п плевалось как надо еще конечно в зависимости от стиля допустим в хип-хопе так там надо чтобы вообще все плевалось и сейчас поедем дальше вот примерно столько и по уровню ну примерно одинаково что там что там и вот здесь наступает момент когда мы понимаем что вылезло потому что мы закомпрессировали практически как нам нужно сейчас включу это сейчас где позиция про Q3 самый первый после а самый первый еще да он стоит самый первый и мы сейчас мы его не двигали мы просто сейчас я слушаю и из-за того что добавились инструменты особенно вот в этой части средней части спектрального диапазона некоторые ноты низкие они полезли вперед значит ли это что мы будем двигать там в музыке ну иногда и это тоже значит но в целом в целом становится ясно что вылезло конечно же низ в остальном все вроде бы в порядке можно здесь чуть-чуть совсем для собственно спокойствия убавить и получилась вот примерно такая картинка здесь можно и поменьше причем когда я слушаю что происходит я смотрю вернее обращаю внимание на динамику чтобы было в логичной динамике чтобы не проваливались ноты чтобы они примерно одинаково звучали по громкости не по уровню по громкости уровень может быть любой вот здесь можно посмотреть на область какой-то чистоты иногда бывает свист вот здесь иногда бывает нужно его убавить здесь по-моему все и так достаточно стерильно поэтому ничего поэтому здесь скорее всего не буду ничего такого делать разве что чуть-чуть есть конечно более тонкие инструменты например сус или какие-то диесеры спектральные которые могут эту область прям зачистить красиво и она станет мягкой но к этому еще вернемся так вот после того как закомпрессировал и все сделал уже можно лезть собственно в сам эквалайзер который в итоге первым и очень аккуратно тихонечко его подровнять почему ну потому что в итоге окажется что тут делать почти ничего не надо чаще всего а дальше дальше вот чего можно определиться с количеством верхних частот по простому параметру если у нас уже подготовленный минус или более-менее собранная там какая-то работа с барабанами со всей вот этой кухней то сибилянты должны быть чуть громче хетов так скажем фактически это баланс если мы пляшем от вокала тогда берем вокал и делаем сибири эти хеты не громче сибири вот сейчас громче чем нужно ориентирно сибирянты теперь вот кстати модная фишка в этом сезоне вокал бы немножко освежить так скажем для дорогого звучания нам нужен такой очень мягкий иногда шипящий даже верх я тут себе насобирал в новой игрушке прикол игрушка называется супер плагин от ddmf это мультибенд с одной стороны то есть на 4 полосы может поделить и в каждую из 4 полос до 4 плагинов и 5 сколько да 4 плагина до и 4 плагина после всей этой конфигурации можно воткнуть очень забавная вещь просто чтобы не городить задумывалось наверное под мастер не знаю под что оно задумывалось но смысл в том чтобы не городить огород а сразу запихать в один плагин целую кучу что оно тут делает так это это байпас или не байпас сейчас еще подумаем в общем я беру не использую его как мультибенд просто отделяю верхнюю часть ну тут соло наверное есть да соло есть просто беру только только верхние частоты в линейном режиме естественно и делаю красивыми то есть вот чтобы оно шипело ровно так как мне примерно хочется чтобы и все дыхание было и всякая такая ровность после этого эквалайзера стоит компрессор DC 8C соответственно с негативно огибающей с негативно огибающей рейшу можно говорить с негативным рейшу то есть рейшу у него минус 5 к 1 примерно довольно глубокий порог и почему его они бесплатные ну больше настройки я решил повозиться да у него есть сатурация которая тоже пригодится для выравнивания всех сибилентов сатурации немножко вот хотя я думаю даже это много но тем не менее она нормально и потом очень быстрая атака 2 миллисекунды умноженная на 10 или там поделенная я не знаю как лучше сказать и в принципе тоже короткий релиз все это дело жмется я помню ты показывал эту фишку только с бесплатным мы же взяли очень очень дорого и очень богато соответственно тут больше возможностей да да он копейки стоит на самом деле но тем не менее тем не менее здесь возможностей больше и всего больше тут задача ну как собственно и в бесплатном сжать так чтобы ну где-то минус 7 может быть чтобы появилось ощущение диессера видишь оно есть на S он аж продавливает ниже порога это хорошо но надо так чуть-чуть вот где-то 7 хорошо звучит ровно и более того следующим номером нашей программы будет ваксен гатиоты заточенный на абсолютное выравнивание спектра в верхней части диапазона нижний то я уже просто так поставил тут сколько-то могу еще выше задрать тут уже не важно потому что он видит можно двойки где-нибудь задрать то есть то что слишком громко он делает потише то что примерно ровно он не трогает наклон вот этой фильтрации наклон сжатия по умолчанию 4,5 децибела на октаву в принципе он не работает как диессер он работает как выравниватель этих верхних частот диессер у меня вот тут вот в начале я не уверен что он нужен какой-то интересный диессер первый раз вижу это линда очень хороший кстати рекомендую и он он прям здорово работает у него есть дополнительная ручка air которая приподнимает верхние частоты после диессера или до диессера но не важно важно что он их восстанавливает это взборки плагин альянс вижу да плагин альянс и он нам наверное не нужен да немножко яркости вот этой вот блестящей и собственно микс да спрашивай мы сделаем колбаску и потом эту колбаску будем миксовать к основному сигналу да смешивается смешивается с основным сигналом в необходимой пропорции вот я отключу остальной путь разумеется смешивать то наверное лучше в миксе чтобы не переборщить это очень большая вероятность того что верха будет много вот очень классная вещь теперь с верхом примерно разобрались нужно разобраться с серединой и низом у народа иногда возникает проблема сколько должно быть фундамента в вокале сколько должно быть середины в вокале как вообще это определить ну если совсем лениво да то можно определить это по референсу в сети полно всяких разных референсов я имею ввиду естественно акапельное исполнение как кого-нибудь известно вот допустим Эд Шеранх песенка достаточно старая но тем не менее просто берете и спектральный состав оттуда передираете с помощью матчинга например для того чтобы понять что у вас в вокале может быть кривое но у него гораздо больше середины и все такое но на самом деле все зависит от микса то есть от того что собственно в миксе у нас есть потому что если у него там одна гитара то голос будет звучать богато по всем частотам и особенно по средним если у нас нет тут никаких гитар вообще ничего и в целом микс такой искусственный синтезаторный то собственно зачем нам много средних частот они сюда не лягнут то есть получается речь идет о родственности об однородности вокала к этому миксу непосредственно к этой песне если в этой песне нет там рычащих средних частот то их и не должно быть соответственно в вокале вокал должен быть похож по ощущениям на тот микс который у нас есть то есть вот на песню на целостную песню понятно что верха многовато даже вот сейчас вот и чтобы допустим финально сгладить а я говорил про низ количество низа и середины в принципе определяется тем что с ним пересекается с вокалом с вокалом пересекается инструментальная часть вот мы имеем пэды какие-то инструменты вот все то что имеет ноты то имеет отношение к вокалу здесь нет гитар в этом миксе если бы были гитары вот они бы в первую очередь с нами бы играли бы злую шутку ну это все естественно пришлось бы разводить гитары с вокалом да не надо там ничего разводить надо наоборот сводить сведение путем разведения сведение путем дружбы дружить их надо между собой ну так вот делаем инструменты в балансе вот все инструменты и один вокал делаем в балансе что это значит это значит что я не могу понять что из этого громче вокал или инструменты сделал я в балансе теперь я должен оценить кто из этих инструментов должен быть ближе кто дальше вот и этот именно факт кто ближе кто дальше будет определять какое количество низа и середины нам нужно соответственно низ, середина все это можно пультыкообразным чем-нибудь определить например сделать ближе это вот так просто приподнять фундамент сделать дальше это убрать фундамент вместе с тоном в смысле со второй с третьей гармоникой с тональной определенностью сделать тише тогда он будет далеко сейчас задача выбрать расстояние я не говорю про частоты я не говорю вообще про какой-то баланс нам важно расстояние мы же про музыку речь ведем вот и соответственно про микс а в миксе важны расстояния скорее всего найдется что-то такое что нас всех устроит я имею ввиду расстояние мы выбрали расстояние между вокалом и остальными инструментами можно там можно еще поменять десять раз все что угодно главное помнить потому что мы не про частоты тут а про музыку включить его много свистит так получше я просто хотел продемонстрировать еще один прикольчик финальный ну вот смотри у нас тут есть первый компрессор который делает слоги параллельный компрессор который делает буквы атаки есть параллельная структура которая жмет вверх очень аккуратно красиво и работает частично как диэсер как выравниватель как спектральный фокус-покус и забыл сказать что у меня тут еще стоит общий для всех фильтр сейчас я покажу как оно работает так байпас чтобы посмотреть без фильтра вокал выглядит вот таким вот образом то есть верхние частоты от вокала долетают аж до частоты найквиста и там еще чего-то делают это неплохо нехорошо бывает и так можно и так но если мы очень аккуратно эти верхние частоты срежем еще до того как они достигли частоты найквиста у нас гораздо больше шансов сохранить с чистыми то есть дорого-богатыми до самого мастера до самой мастер-шины и это значит что будет меньше алязинга в итоге после того как мы на мастере что-нибудь там накомпрессируем потому что вот сделал ты допустим микс и у тебя S чистая потом навешал навешал на мастер всяких сатураторов клиперов и прочих максимайзеров и все пропало почему да вот потому что переизбыток верхних частот на сибиллянтах он таким вот таким вот образом запирает собственно всякие лимитеры и они начинают туда загрязнять всю обстановку а это если включить долго он соображал в общем смотри обычная частота того что я делаю это примерно 12 с половиной и отрезанное по 12 с половиной уже практически не задевает почему именно этот фильтр потому что он красиво отрезает он отрезает до и ну то есть прям до упора я не знаю его название потому что ну есть там баттерворд есть там чебышов ну в общем мне неизвестно что там применено но мне нравится результат в итоге как звучит в общем этого добра здесь наверху стало значительно меньше скорее всего вот он еще тут что-то делает но не важно это нам для красоты и самое финальное для того чтобы было дорого богато нужно поменять структуру в данном случае всех верхних частот нижних и прочих это будет действительно смотреться очень круто если на финал любого вокального трека ставить какой-нибудь ленточный симулятор для чего ну ленточный симулятор это вещь такая которая содержит в себе очень много комплексных приборов обработки это тебе и компрессор это тебе и транзиент шейпер то есть в обратную сторону транзиента убивает это тебе и эквалайзер ну потому что часто там есть какие-то настройки эквализационные это и сатуратор это и много чего еще что внутри вот этого Type-A от London Acoustic это как бы работает под акустика аудио но соседняя фирма так скажем я вообще понятия не имею что они туда напихали но результат очень правильный очень прям правильный у него и по верхним частотам ну некий такой эмфазис да эмфазис то есть в одном месте как бы по входу вокал становится светлее а на выходе он сатурируется и превращается в какое-то фирменное шипение вот давай посмотрим ну давай на букве К обрати внимание на букву К и без него чуть круглее стало подрезало вот во-первых все буквы К Т П все что касается транзиентов они стали одинаковыми они стали округлыми они стали мягкими что касается верхних частот структура верхних частот поменялась если что-то и свистело когда-то давно то оно однозначно перестало уже свистеть что касается структуры фундамента все ноты склеились последовательно и стали собственно ровнее то есть это ну считай волшебная кнопка для вокала и кстати качество можно тут регулировать да спрашивай а если в процентах как часто ты ставишь пленочку на вокал в конце вот по своим миксам последним пускай за год всегда если не этот то другой просто иногда мне не нужно слишком радикально менять структуру вот эта вещь я считаю радикально меняет если попроще то я ставлю флайвил флайвил почти ничего не меняет по ну как-то по другим по транзиентам там или еще что-то меняет конечно но не настолько там слышно если аккуратненько то можно и с ним то есть он оставляет немножко больше транзиентов но там есть настройки чтобы их не трогать а здесь таких нет и все равно видишь как работает лента лента съедает вот эти острые углы на вокале и к всякие там т вот эти вещи и с делает ровнее собственно лента да лента на вокале всегда 100% обязательно есть либо это либо это без вариантов иногда хочется каких-нибудь вообще глупостей ну тогда я может быть на вокал ставлю штудер зачем не знаю но иногда бывает весело штудер мне по мне так лучше на барабанах себя чувствует там прикольно он меняет структуру это ты имеешь ввиду джей 37 от вейвс например да я имею ввиду штудер от ю аид ю ада или как там правильно не знаю ну в общем смысл мы с этим треком заканчиваем да останется сюда сюда останется только какое-то количество пространственной обработки засунуть и сделать так чтобы ее тоже не было особенно слышно вот насчет особенно слышно новенький релиз от Relab я вот прям очень радуюсь тому новому что они туда напихали вернее это новая хорошо забытая старая плюс парочка обновлений вот Matt Ways например авторские пресетики прошутки пошли да это очень прикольно кстати Romantic Play это у нас тут романтика да пусть будет романтика теперь парочка настроек например отключить имитацию 18 бит отключить сатурацию нам же надо дорого дорого значит это будет 480 лексикон но почти как 960 да еще и с повышенной частотой дискретизации например отлично пускай звучит теперь посмотрим как оно выглядит видишь как летит совсем не похоже на 480 я имею ввиду гладкость хвоста плавность и вот вот эту штуку такую лохматую можно добавлять чуть-чуть нам тут особо много-то не нужно вот в процессе слышно его не было ревера надо чтобы было слышно только на паузе вот такой вот прикол в принципе по стандартным каким-то характеристикам типа где взять дорого богато на что обращать внимание я извиняюсь вроде как рассказал просто напомню еще разок самое главное это в принципе соответствие тому плейлисту соответствие стилю соответствие эпохи и безусловно соответствие песни вот допустим у нас песня что мы можем из нее так сказать вытащить мы понимаем что тут пэдов никаких нет ничего нет то есть очень большой динамический диапазон почему потому что есть вообще реальные паузы в произведении то есть тишина и барабан это же большой динамический диапазон большой значит вокал в данном случае сразу же имеет право на динамический диапазон почему он имеет право потому что песня у нас такая а вокал должен быть похож на свою песню То есть то, что он тут подпрыгивает И вообще ведет себя таким образом Потому что он слышит минус И поет, как слышит Это естественная вообще реакция Любого человека и вообще любого организма Подстраиваться под окружающую среду Соответственно Из этого вокала мы сразу же можем понимать Что от него хотим И чтобы сделать богато, нужно сделать соответствующее Соответствующие песни В принципе, ведь все то же самое Что тут требуется? Требуется поставить эквалайзер Возможно, посмотреть, что там не так Слышно комнату, но это не смертельно Комнаты всякие бывают разные У него слышно, что хвост довольно длинный Там сзади Да, в приглушенном, но в зале писался Да, слышно комнату Она есть С этим мы, разумеется, ничего сделать не можем И не будем Потому что Ладно Дальше Компрессия Ну не то, чтобы особая компрессия нужна Он поет на одной ноте Соответственно Динамики по частотам Тоже не особо много Ну, как поет Читает на одной нотке Всего на все Бим-бим-бим-бим-бим-бим И все, одна нота Ну, значит, здесь скорее Больше магия нужна А не компрессия Вот И тогда Пусть будет Это опять же Акустика аудио Все, что нужно Разогнать Дать Значение Чек И вот Началась магия То есть Обрати внимание Я никаких низов не удалял А эти низа Плюются ровно так Как требуется Для жанра Потом я эти низа Уберу И может быть Даже не до компрессора А после Почему? Потому что Мне нужно От этого компрессора Чтобы он все гармоники С этих нижних частот Насобирал И передал дальше Вот такой приемчик Вполне нормально Дальше Если Очень хочется То можно В принципе Его Немножко Подразогнать По разборчивости Все то же самое Никаких Собственно Приколов Я собственно И не знаю А зачем еще Выдумывать Что-то Когда есть Валипи Все нормально Пинается Плюется Все хорошо По роутингу То есть Ты отправляешь Просто на параллельные шины Да Создаешь параллельные шины И туда Да И вот теперь Я буду думать Что происходит С основным вокалом Вот на той частоте Которая Которая Озвучивает Комната Вполне возможно Что Вот там Где Ну условные Конечно Резонансы Комнаты Это конечно Не резонансы Это просто Комната Вот там Где лучше Слышно Комнату Там Можно Немножко Применить Динамическую Эквализацию Для того Чтобы Сгладить Эту динамику Подпрыгивающую Чтобы Меньше Он подпрыгивал Или Или Четверт Четверт И это уже хорошо С верхними частотами Почему этот подход Например Почему этот подход Лучше Чем Применить Вот например Новичок Бы сюда Поставил RX Деревер Да Какой-нибудь Почему нам Деревер сюда Нельзя Ставить Деревер Никуда Нельзя Ставить Это для Реставрации А не для музыки Только Ну Это для Криминалистики Например Хорошо Или там Еще чего-то Какую-то Запись Почистить Потому что Слов непонятно В музыку Не надо Ничего Реставрировать Не смог Записать Нормально Иди Запиши Нормально Так скажем Других вариантов Нет Надо с этим Смириться Не надо Записывать Плохо Надо записывать Хорошо Деревер Не нужен Комната Ну она Есть Мы Не сможем Ее Резать Потому что Это Дико Это Не нужно Мы Сможем Замаскировать Мы Слышим Комнату Так Значит Ее Нужно Возглавить Чем-нибудь Стереофоническим Например Просто Добавить Добавить Какого-нибудь Псевдо Стерео Ну или Просто Расширение Вот я Добавляю Парочку Даблтреков С разной Задержкой И с Разным Питчем Это Хорус Ну не знаю Обзавить Как угодно Но пусть Будет Даблтрекинг Какой-нибудь И Чувствуешь Как эта Комната Обрела Свою Собственную Жизнь То есть Она Теперь Стала Стерео И Вроде Как Нас Уже Не Напрягает Потому Что Это Как Дополнительная Обработка Мы бы Все равно Сюда Рум Какой-то Воткнули Но Если Рум Будет Моно Он Будет Заметный А если Он Будет Стерео То Все В Порядке Соответственно Стерео При добавлении Любого Мы его Рассеяли Да Мы его Размазывали И Все И Это Уже Никого Смущать Не Будет Дальше Такие же Конфигурации Или Как Сказать Манипуляции С вокалом В том Смысле Определить Для него Расстояние Насколько Далеко Насколько Близко В сравнении Естественно С остальной Музыкой И Это Как ты Понимаешь Грубая Работа В том Смысле Что Это Выглядит Как Ну Здоровенный Вот Такой Вот Шельф Я Бы Здесь Его Не Стал Делать В данном Случае Я Делаю Его Здесь Потому Что Не Вижу Что Там Происходит Я Только Слушаю И У меня Может Быть Рука Не Поднялась На 20 Децибел Сделать Шельф А Тут Спокойно Я Ничего Не Вижу Просто Ручечку Кручу И Значит Сначала Отдалить Чуть Дальше Чем Нужно А Потом Приблизить Обратно К себе Такое Чувство Что И Не Нужно Потому Что Он Уже Там Где Ему Надо И У меня тут Совет Родился Потому Что Я Сам Пользуюсь Сейчас Перебью На Секундочку Буквально Сам Пользуюсь Сейчас По Большей Части Аналоговыми Железками И Сверяюсь Только Фаб Грубо Говоря Просто Как Мы Сейчас Делаем Просто Как В справочник Зайти Посмотреть И Обратно Потому Что Вот Именно Отсутствие Визуального Отлика Позволяет Нам Делать Более Серьезные Полагаться На наши Уши Это Здорово Это Круто И В компрессорах Я сейчас Эту практику Провожу И В эквалайзерах Вот Именно Доверяя Больше Своим Ушам Ну Само Собой Берите На вооружение Само Собой Это Новичкам Крайне Полезно То есть Новичков Безусловно Нужно Прямо Макать Вот В это Дело Даже Бы Не Новичков Знаешь Наверное Я бы Я посоветовал Тем Кто Поймал Какой-то Может быть Какой-то Плато Да Вот Он Достиг Какого-то Уровня И чувствует Что нет Роста Нет Роста Почему Потому Что Нет Нового Открытия Ты Упираешься Ты в этих же Стенах Гуляешь Постоянно Ты Эти же Движения Делаешь Постоянно Уже Начинаешь По шаблону Работать И Происходит Застой Ты Боишься Делать Более Серьезные Мазки Более Там Взять Какую-нибудь Пресс Просто Вслепую Влепить И попытаться Потом его Грубо говоря Исправить Ну то есть Вызов Себя бросить И поэтому Для того Чтобы бросить Себе вызов Нужно Просто Грубо говоря Зажмуриться Убрать Все анализаторы И полагаться Полностью Идти по приборам Только приборы Это твои уши А не глаза Вот такой маленький совет Для тех Кто хочет Как-то Немножко Взбодриться Бросить себе вызов И выйти из зоны комфорта Да Движемся дальше Взбодримся Вот например Как вариант Сюда можно И не особо Добавлять Верхних частот Потому что Ну тут верх Достаточно прозрачный И вся структура Тоже достаточно прозрачная Я имею ввиду В минусе В аранжировке Ничего не шипит Постоянно То есть там-то были Синты Которые зудели А здесь ничего нет У нас тут только хэти А китоны Слишком высокочастотные Ну есть он и есть Но тем не менее Все равно Можно какое-то количество Верхних частот Добавить И Подготовить их получше Ну допустим Применить какой-нибудь Диэсер Сюда Кстати тоже Мне кажется Подойдет Обычная Ну в смысле Необычная Обычная Для меня Лента И вот как Пресет Себе соорудил По дефолту И он в принципе Работает Для меня Ничего тут Я не меняю Обычно Просто выбираю Количество И качество Сатурации Вот смотри Здесь есть ручечка Можно выбрать Вот это количество Верха Очень ярко Слишком Да Поэтому можно Убрать в сторону Винтажа Еще Рекорд Квалити Тут есть Интересная Штука Мне нравится Экспенсив То есть Более дорогой Вот пожалуйста Ответ Делайте Более дорогой Я думаю Эта кнопка Меняет Количество Убиваемых Транзиентов То есть В сторону Экспенсив Их как бы Меньше Убивается Такая история И фильтр Само собой На конце Всегда будет Фильтр Чтобы Всех победить И количество Низа Здесь уже Можно подровнять Потому что В итоге Это нам Ведь не нужно Чтобы Гремело Что-то На 50 герцах Все какие Нужны Гармоники Из этих 50 герц Мы уже Извлекли Можно Кстати Вот так Вот делать Поднимаешь Низ До тех Пор Пока Его Не станет Слышно Потом Уменьшаешь То есть Чтобы Было Дорого Нужно Чтобы Было Крайне Качественно И Это Означает Естественно Не Потерю Транзиентов А наоборот Их Сохранение Не Потерю Динамики А наоборот Ее сохранение В общем Такая Аудиофилия В пределах Одного Микса Тут В принципе Накрутить Поэкспериментировать Можно Много Чего Еще Интересного Вот у меня Кстати Да Остался Вопрос Не закрытый По Бэкам В обоих Композициях Какой бы Общий В двух Словах Ты Применил Здесь Подход К Бэкам Еще Более Утрированно Еще Более Их Выжать Да Еще Более Больше Компрессия У них Убираем Как правило Низ То есть Есть Такие Общие Приемы Работы С Бэками Да И По дистанции Понять Где Они Будут Чуть Дальше Позади Основного Вокала Ну да Дистанция Бэков Дистанция Дистанция Бэков Зависит От стиля А если Это Бэки Потому что Здесь В данном Случае Это Дабл Треки Здесь Где-то Они Переходят В Бэк Вроде Ну Неважно Я хотел Обратить Внимание То есть Это Элементы Пачки Я хотел Обратить Внимание На то Что Если Бэки Поют Те Самые Ноты Это Во-первых Даблы А во-вторых Им Скорее Всего Не Нужна Такая Ж Длинная Реверберация Как И На Основном Вокале Потому что Вся Реверберация Этих Нот Уже Есть Вот Смотри Бэки На Бэках Нет Ревера Ревер Есть Только На Основном Вокале А Ощущение Что Он Уже Там Есть Просто Потому что Его Там Не Надо Они Поют Те Же Самые Ноты Из Этого Следует Простой Вывод На Бэки Ревер Не Нужен Если Это Даблы Дальше Компрессия Совершенно Стандартная Обычно Я Не Запариваюсь И Компрессирую Чем То Простым И Очень Быстрым Например Вот Так 1176 И Туда Копию Все Самое Интересное Для Быков Оно Уже На Сум Сигналов Вот Уже Из Этой Сум Можно Убрать Низ Я Имею Ввиду Самый Ненужный Низ А Ноты Тайл Пускай На Месте Остается Дальше Нужно Найти Место Где Слышно Комнату Или Вообще Слышно Проблему Проблема Может быть Какая С микрофоном Ну то есть Близко Расположенный Микрофон И С комнатой Это Где-то Повыше И в конце Концов Просто Самую Какой-нибудь Проблемную Динамичную Частоту Найти Ну Обычно Вот Это Обычно То есть Вторая Третья Гармоника Область И Убрать Из центра Убрать Это значит Сделать Тише Вот Это Убрать Вот Это Вот Все Интересно И Дальше Интерес Вот В чем Взять Компрессор Опять Котельников Поскольку Он Самый Чистенький Выбрать Для него Режим Сжатия Исключительно Разности То есть Сайт Ну Прямо Значение По умолчанию Сжать Его 3-4 Децибела Может быть И Восстановить Уровень Вот Этой Ширины Которую Мы Как бы Пожали Для Для чего Для того Чтобы Бэки Очень Красиво И Плотно Сидели По сторонам От Основного Вокала Они Никуда Не будут Бегать Они Будут Сидеть Ровно Там Где Должны Быть И Это Классно Слушается Больше На Бэки Я В принципе На Даблы Такого Рода Ничего Не Делаю Если же Случается Чудо И Они Поют Другую Ноту То есть Превращаются В Бэки Скорее Всего Нужно Еще Меньше Низа На них Чтобы Аккуратно Их Отдалить Это Можно Тоже Здесь Прямо Делать Не Нужно Городить Много Огородов Смысл В основном В том Что У Бэков Или У Даблов Будет Своя Обработка Своя Собственная И Эту Свою Собственную Обработку Можно Брать Из Самых Каких Нибудь Распространенных Вещей Опять же Маленький Хол Вполне Нормально И Что Еще Мне Нравится На Даблах Или Бэках Большая Концентрация Обработки В Центр Потому Что Мы Сейчас Расширяли Да Как бы Налево Направо И Обработка Соответственно Тоже Широко А в Центре Ее Бывает Ну Не Знаю Маловато Что Ли И Для Этого Я Обработку По Сайду Немножечко Суживаю Сужаю Вот Чтобы Комната У меня Как-то Сконцентрировалась Ближе К Центру И В Сочетании С широкими Бэками Это Дает Более Интересный Результат Чем Просто Так Ну Естественно Даже Моносовместимость В чем-то Улучшает Потому Что Ревер Остается Слышим Если В нем Преобладает Мид Вот Такая Вот Песня То То Есть По Большей Части Я Не Занимаюсь Бэками Слишком Прям Уж Серьезно Если Они Меня Достают Там Какими-то Своими Транзиентами Тогда На них Тоже Ленту Но Без Особых Изысков Flywheel Круче Пока Не Придумали Для меня Вся Задача Просто Разогнать По Входу Чтобы Стрелку Укладывать Время От Времени Вправо И Собственно Да Как Всегда Фильтр Лишних Частот И Наверное Низ Тоже Можно Скорее Всего Это Еще Какой Нибудь Обработки Подвергнется Я имею Ввиду Может Быть Что-то В эквализации Поменяю Когда Нибудь Но Обычно Ничего Такого Не Происходит Особенно Если Бэков Очень Много Чем Меньше В них Влезаешь Тем Лучше Они Звучат В итоге Этот же подход Можно применить К хип-хопу Ко второму треку Конечно Все то же самое Только Если Они тут Есть Такие Бэки Вот Например Люди Делают Дабл Треки И второй Трек Который Дабл Написан Вот Чем Он Отличается От Первого Да Ничем Совершенно Бесполезный Дабл Трек Зачем Мне Голос Двойной Он Что Вдвоем На сцене Стоит Нет Он Стоит Один Знаешь Какой Ответ Обычно Когда Мне скидывают Четыре Одинаковых Трека Мы Уплотнили Я Сам Один Могу Уплотнить Зачем Не Вас Четверо Спасибо За Заботу Уплотнили Так Уплотнили В общем Единственный Вариант Дублирования Это Спеть По-другому Исполнить По-другому Например Как Называется Софт То есть Вот тут Ты Отрывался С актерским Мастерством А здесь Просто Прочитай То же самое Но в точном Ритме Сам в себя Попадай Но спокойно Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти Как хочешь Но по-другому Либо там Какой-нибудь Субтон вниз Либо на другой ноте Тогда это будет иметь Хоть какую-то Художественную ценность Сейчас Вот никакой Художественной ценности Вот здесь Вот это Из себя не представляет Это просто дубль То есть Можно выбрать Либо тот Либо этот И так будет лучше В итоге Потому что Двойной голос Ну я не знаю зачем Просто не знаю Не понимаю уже Если мы хотим Двойной голос Тогда пусть он будет По-настоящему двойной Чтобы его было слышно Вот такой Доблтрек В таком случае Может иметь Там хоть Какую-то Художественную ценность И Соответствующим образом Он будет Обрабатываться То есть Я из одного Сейчас сделал Два А дальше По той же схеме То есть Каждый сам По себе Я имею ввиду Каналы Где-то у нас Вот Линк нулевой Да Значит Они каждый Сам за себя Закомпрессировали Как попало Как в гул Пришло Дальше Эквализация По той же схеме Мид Убрать Можно компрессировать Вот как я там Показал Только сайт Но это там Не всегда обязательно Само собой И Обработка Тоже Конечно Другая Не такая Как В основном Сигнале Здесь Может быть Обработка Даже Ну не знаю Вообще Минимальная То есть Просто Какой-то Амбиенс Очень короткий Или там Неслышный Ну даже Не знаю Чего бы Такое Предложить Ну вот Тайчи Тоже Хорош Можно Какой-нибудь Чамбур Клин Маленькое Время Реверберации А здесь Еще В сторону Ранних Отражений Переместить Чтобы Вообще Ничего Не было Понятно Ну Очень Похоже На Комнатку Которая Там Была Вот Собственно И красота Тут Уже Особо Ничего Не Нужно Думаю У меня Знаешь Если Попадается Такой Второй Идентичный Голосок На хип-хоп Я его Обычно Вот этим АДТ Развожу Просто По сторонам Тап-эффект Такой Делаю Все Ну все Верно Я так И сделал Это Что же АДТ Только Вакуум Саун А ты Имеешь Веду Вейвс Они Делают Примерно Одно И то же Только Этот Бесплатный Ну Не 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 Вот Этим АДТ Я уже Вейвс Не использую Вообще Сейчас Я пережил Все Вейвсы Все Заменил Другими Плагинами Освободился Джанго Освобожден Ну Да Так Интересно Получается Почему Они Отваливаются Но Почему То Отваливаются В итоге Может Они Какие Просто Не то Чтобы Устаревшие Ну Должно Что-то Меняться Вот Поменялось Да Типа Того Потом Обратно Может На выезд Когда-нибудь Еще Интересный Вопрос У меня Остался Такой В В твоей Ежедневной Работе Ты Сводишь Есть же Такие Техники Сведения С Компрессором На мастере С лимитером На мастере Либо Ты этим Не занимаешься Либо Ты Просто Сейчас Сводишь Трек Имея Какой-нибудь Хедрум А потом Мастеришь Либо Ты Мастеришь В процессе Сведения Потому Что У нас Все балансы Поменяются У нас Все будет По-другому Все настройки По-другому Все компрессии По-другому Да вот и нет Если хорошо Сводишь Нормально Вдумчиво Ничего тебе Не поменяется Тебе Достаточно Будет Только Какой-нибудь Клипер Воткнуть И Ничего Не вылезет Вперед Ничего Не поменяется Если Ты вдумчиво Сводил Нормально То Все будет Хорошо И на мастера Шину Достаточно Будет Повесить Клипер Чтобы Срубить Клипы И Максимайзер Один И все То есть Никакого Мастеринга Отдельно У меня Обычно Не существует И То Что Я Сейчас Повесил Допустим Вот этот Клипер Только Для того Чтобы Не Клиповало Сейчас На стриме А так В целом Он у меня Пустой Мастер Во время Сведения Всегда Если Мне Сильно Захочется Ну На каком-то Этапе Конечно Ты уже Считаешь Что вроде Как Закончил И потом Включаешь Цепочку На мастер Шине И Если Вдруг Что-то Поменялось То Это Ну Не Мастер Шина И не Процесс Там Как-то Виноват А ты Сам Потому что Криво Где-то Свел Вот И все И Сводить Сразу С Лимитером На мастер Шине Ну Не знаю Глупее Мало Чего Встречал Честно Говорю Не надо На мастер Шине Ничего Вешать Только Если Ты Аранжировку Не делаешь Вот Если Ты Электронный Музыкант И делаешь Аранжировку И одновременно Звук Тогда Тебе Конечно Может Пригодиться И клипер На мастер Шине И лимитер И что Хотите Потому что Это Часть Аранжировки Так Скажем То есть Ты делаешь Что-нибудь Что-то Качало Оно У тебя Без мастера Даже Не закачает А как Ты Хочешь Это Разная Музыка И разные Подходы Я говорю Еще раз Если Ты Электронщик Ты делаешь Что хочешь Ты Музыку Создаешь В процессе Сразу Всю И Соответственно В процессе Аранжировка Сведение И мастеринг Все это Одновременно Делается Тут Естественно Я ничего Против Не имею Если Мы говорим Про Часть Процесса Создания Музыки Под названием Сведение На сведении У меня На мастершине Нет ничего Вообще Никогда Ну и что Тут Может Поменяться Да ничего Особенного Ну в принципе Да Надо Пересматривать Да Свой подход Это интересно Потому что У меня Всегда Искушение Я чуть-чуть Вот выстрою Балансы Кину ССЛ С клипером Подожму До Например Целевой Я понимаю Что Если этот трек Например В коммерции Он должен Быть Минус Восемь Лувс Я понимаю Что так А потом Начинаю Пересматривать Свои балансы Все Вот Тут Делаю Двойную работу Но Как говорится Вынужден Чтобы Чтобы уже Подстелить себе Соломку Чтобы не делать Эту же работу Но на более Позднем этапе Ну я думаю Это просто Со временем То есть такое Подстраховаться Я думаю Со временем Это приходит Когда-то Может быть И такой подход Для меня бы Сработал Не знаю Лет 10 назад Так что Стремимся К дзену Тогда будем Прощаться Как всегда Дико благодарен Потому что Встреча Жене Это Когда ты смотришь В озеро С чистой водой Где все ясно И понятно Но по мере По мере Отдаления Ты начинаешь Вдруг Поэтому Друзья Поблагодарим Евгения За опыт Очень интересно Очень классно Казалось бы Простые вещи Но как всегда Их открываешь Для себя заново Вот И сталкиваешься Открывать Простые вещи Любимые занятия Да 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 Так сказать Мастер неочевидных Очевидных вещей Так я буду Типа Капиталь Очевидность Спасибо Еще увидимся Еще подкидывайте Друзья темы Спрашивайте Потому что Будем Как всегда Вести дискуссию Предлагать Свои подходы Обмениваться опытом Ведь для этого Собственно И существуют Ролики На ютуб канал Для того Чтобы обмениваться Информацией Ну еще Конечно же Нужно Всех Направить На дискорд Где происходят Веселые вещи Как у тебя часто Сейчас в дискорде Происходят встречи Дело не в дискорде Дело в бусте И в бусте Кто подписан На бусте Тот попадает В дискорд Тот попадает В дискорд На еженедельные Стримы По четвергам В шесть вечера Где каждый Каждый четверг Вот это вот Все обсуждается Причем Любые вопросы Разумеются По ходу Действия Объясняются И разжевываются Ссылочки Естественно Будут внизу Еще раз говорю Спасибо Спасибо Жене Спасибо всем Кто смотрел Будем с вами прощаться С вами был Александр Спирит Джон Олин На канале С микрофоном по жизни Увидимся Услышимся Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok